Музыка Так называемые этнополитические конфликты, то есть те конфликты, с которыми мы в основном имеем дело, в частности, в постсоветском пространстве. Это конфликты, которые возникают по причине, которая видна из их названия. Они этнополитические, то есть они возникают в тот момент, когда политика этнизируется, а этнические обстоятельства политизируются. То есть когда какая-нибудь национальность начинает требовать отделения от государства, в котором она обычно не является большинством. Это случается чаще всего при распаде больших, крупных, обычных имперских государств. То есть когда государство, которое боржой, крупноимперское, не национальное, не этническое, оно разваливается, коллапсирует будь то Австро-Вегерская империя, будь то Атаманская империя, будь то Советский Союз, будь то Британская империя и так далее. Какие-то этнические группы в этом государстве, но обычно более развитые, обычно те, которые дошли до такого состояния, когда они хотят и могут создать национальное государство. Они начинают это национальное государство требовать. И причина в этом в том, что фундамент их требований, он это культуры. Они говорят, эти люди, мы албанцы, мы хотим жить в своем государстве. Мы армяне, мы хотим жить в своем государстве. Мы узбеки, мы хотим жить в своем государстве. Мы не хотим жить в империи большой, которая не наше национальное государство. Этнические конфликты это не нечто изолированное вообще от других обстоятельств. Это часть национально-государственного строительства. То есть если есть вот это выделение различных этнических общностей в политические проекты, то тогда будет конфликт. Потому что обязательно армянский проект наложится на азербайджанский, грузинский наложится на абхазский, еврейский наложится на арабский, я не знаю, осетинский наложится на ингушский. Нет, осетинский наложится на ингушке, неправильно. Осетинский наложится, тоже это грузинский и так далее. То есть будет возникать противоречие между различными этническими проектами. А если такие противоречия будут, то будет конфликт. Долго договорил. Для того, чтобы территория, которую они населяют, вышла из состава той страны, в которую они на сегодняшний день входят. Сицессия это отделение. Это латицкое слово. То есть для того, чтобы отделиться от государства. Бывают, ну например, абхазский конфликт такой. Абхазия с самого начала, когда рождался этот конфликт, радовала за то, чтобы выйти из состава Грузии, чтобы не быть в ее составе. Другой тип конфликта, он так называемый иридентистский, в итальянском слове иридента. Это конфликт за то, чтобы соединиться с частью своего этноса, который находится за пределами того государства, которое имеется. Это в очень многих местах встречается. Например, классический такого рода конфликт при возникновении был конфликт юго-осетинский. Южные осетины говорили бы, хотим объединиться с северными осетинами и жить с ними в одном государстве, в России. Интересно, что Карабахский конфликт или армяно-азербайджанский, да его по-разному называют армяне-азербайджанцы, иногда и внутри Армении Азербайджан называют по-разному. Он сначала был иридентистский, его ловим было объединение. Объединение армян, Карабаха и армян. Армяне в одном государстве. А потом он превратился в северсионистский, по крайней мере официально сейчас. Армяне Нагорного Карабаха, они, по крайней мере, повторюсь формально, радуют не в Абхардиде, не за Абхардиде в состав республики Армении, а за образование независимого государства. То есть тут может быть движение. Более того, бывают конфликты, которые изначально не были территориальными, а потом обрели территориальную форму. Например, Израиль. Израиль создан. Идея Израиля возникла у людей, которые проживали не в Палестине, а наоборот даже в Европе и в России и так дошли. А потом он превратился в территориальный, когда эти люди, евреи, собрались и приехали на территорию Израиля. Есть конфликты типа Косовского, которые и эридентистские, и сенсионистские. То есть, с одной стороны, они создали косовцы, косовские албанцы, создают независимое государство Косова. С другой стороны, есть проект Великой Албании, в котором некоторые люди думают о том, что потом, когда будет создано независимое государство, тогда они объединятся в едином государстве. То есть, они могут иметь разную форму в зависимости от обстоятельств. Конфликты трудно регулировать. Конфликты трудно регулировать, потому что чаще всего это конфликты не просто вокруг Земли, вокруг границы, где будут проходить, через какую сопку, или через какую речку, или через какую горку будут проходить границы. Это конфликты вокруг идентичности, вокруг самосознания людей, вокруг того, что люди считают себя узбеками, или таджиками, армянами, или азербайджанцами, албанцами, или сербами, евреями, или арабами. И эти конфликты задевают их идентичность, а не просто ратуют за то, чтобы свою этничность превратить в политическую сущность. Соответственно, решать их очень трудно, когда ты имеешь дело с идентичностью людей, это сложно. Как они решаются? Они решаются не путем нахождения какого-то варианта, сценария урегулирования конфликта. Это, повторюсь, трудно, потому что обычно это так называемая игра с нулевой суммой. То, что выиграю я албанец, думает албанец, потеряет серб. То, что потеряю я, думает серб, приобретет албанец. Соответственно, тут нет решения, там везде, там, где одна земля, два народа, там решения, казалось бы, нет. Но есть конфликты, которые урегулированы. Ну, например, Эльзасский конфликт или Эльзасс-Лотарикский. Это конфликт, который длился почти 200 лет. А сейчас в современном Страсбурге ты можешь купить, я не знаю, воду в Германии, а стакан во Франции и не знать, где Германия, где Франция. Нужно просто перейти улицу, валюта одна и та же, граница никак не видима и так далее, и так далее. Но для того, чтобы это сделать, должны были измениться и французы, и немцы. Должно произойти изменение самой основы конфликта, то есть самых представлений людей о том, кто может и каким образом может жить вместе или жить по соседству. Когда и если происходит это изменение людей, изменение социумов, изменение обществ, то тогда становятся возможными такие решения конфликтов, которые до этого люди и представить себе не могли. Продолжение следует...